Эту линию мелкой фасовки предприятие «Русский лесной альянс» запустило летом. На ней топливные гранулы из карельской хвои пакуются по 5, 10, 15 и 20 килограмм. Для сравнения, раньше компания фасовала бигпеки, проще говоря, большие мешки, весом от 500 килограмм до полутора тонн. Запуск новой линии продиктован запросами потребителей. Продукция отправляется преимущественно в центральные регионы России. По словам руководства «Русского лесного альянса», продажа на отечественном рынке для компаний в новинку. Раньше предприятие было экспортно ориентировано, поэтому сейчас пытаемся приспособиться к тем условиям, которые есть на российском внутреннем рынке. Основная продукция идет у нас сейчас – это производство строганных профилированных пиломатериалов, мебельный щит. Мебель – это все идет сейчас на российский внутренний рынок. Производство мебельных щитов в этом году компания увеличила в два раза – до 2,5 тысяч кубометров в год. В планах новые проекты – это переработка лиственной древесины, той же карельской березы, и открытие плитного производства. Глава республики Артур Парфенчиков подчеркнул важность развития предприятия как точку роста для экономики региона. По большому счету для развития даже строительного рынка нашего российского. Поэтому, конечно, очень важно, что достаточно большой спектр самых различных строительных материалов сегодня производится из дерева здесь, которые, кстати, идут в наши сети различные. Здесь достаточно хороший спрос. Будем надеяться, что вот этот тренд, который удалось запустить, он будет продолжаться. Также Артур Парфенчиков попросил администрацию Петрозаводска ускорить решение земельных вопросов, а именно изменение разрешенного использования земельных участков, где разместятся новые производственные площадки предприятия. Господдержка компаний продолжится. В прошлом году ей была предоставлена компенсация затрат на закупку оборудования, в этом на логистические затраты. Егор Буяло, Александр Борисов, Служба новостей.